Приветствую вас. Если говорить о психосоматике, то да, конечно, психосоматик возможна, но тут нужно понимать, какой психологический окрас имеется у того, что вы пишете. Итак, вне 23 уже больше полгода я целыми днями кашляю, шмагуновцем, провожу на закладке очень громкие звуки. Может ли это быть связано с психосоматикой? Да, может. Посмотрите, тут нужно смотреть именно вашу историю, историю вашей жизни. Это такое происходит, наверное, на постоянной основе даже в одиночестве и состоянии покоя. Ну, прямой связи между состоянием одиночества и состоянием покоя нет, потому что в теории, если у человека насморк, да, то он как бы присутствует неважно где. В детстве, в лет 10-9, я часто ГГО проперестал. Вот не совсем понятно, что вы здесь имеете в виду. Дело в том, что вы могли это делать от того, что были подвержены заболеваниям, например, простуде. Вы могли это делать в качестве какой-то компенсации. А в свою очередь, в свою очередь, ваша подверженность простуде может быть следствием, например, гиберопеки со стороны ваших родителей. И тогда то, что вы делаете, то вроде бы как протест, с одной стороны, с одной стороны, вроде как протест. Но с другой стороны, с другой стороны, это может быть и в какой-то степени потребность во внимании. Конечно, здесь есть определенные нюансы. Конечно, я не стал бы так однозначно об этом говорить. Потому что, ну, таких оснований нет. Нет оснований говорить об этом так однозначно. Но все же, предположить это, на мой взгляд, вполне возможно. То есть, на мой взгляд, вполне возможно. Вполне хотелось бы, например, подобное предположить. Просто как вариант, вот, ни на что пока не претендующее. Вот, просто предположить, что может быть вот ситуация такой, по факту. Да? Вот. И, соответственно, уже дальше можно смотреть. Да? Ну, наверное проверим. Дальше можно исследовать. Эээээээээ, ну, вашу историю, или ваши истории. И, более подроб-бои подробные, более подробные, более подробные. На данный момент, на мой взгляд, всё что реально мы можем сделать это, строить предположение. Ну, как бы хорошего в построении предположения, на мой взгляд, немного, мягко говоря, немного, поэтому решать, конечно, вам. Ну, я надеюсь, что вы всё-таки выберите для себя возможность обратиться к психологу, и получить помощь, которая, как мне кажется, вам нужна. Конечно, решать только вам этот момент, только вам решать. Обращаться за помощью, например, или нет. Но я бы рекомендовал, особенно если, судя по тому, что вы описываете, да, я могу предположить, что всё-таки вам это, ну, в какой-то степени мешает жить. Понятно, что, ну, насколько жить вам это мешает, пока не ясно, да, вот. В том смысле, что прямо вы об этом не говорите, то есть вы пишите просто, что обошли всех врачей, но очень не беспокоит, легарство не помогает. Вот, ну, прямо вы не говорите о том, насколько вас беспокоит, именно прямо вы об этом не говорите. Ну, соответственно, для себя решите, вот, как, как, вот, в первую очередь, что вы сами, ну, хотите, да, то есть хотите ли вы сами, сами в первую очередь, что-то с этим делать, например. Вот, если хотите, то обращайтесь, соответственно, к психологу, если это психосоматика, если это что-то вот психосоматичное, да, вот, то мы вам поможем, найдём, как бы, причины вашей психосоматики. Вот, и, соответственно, подкорректируют, вот, потому что, ну, как правило, там определенные конфликты лежат в психосоматике. То, что человек, например, ну, допустим, вытесняется, как вот что-то такое негативное, да, как что-то такое вот деструктивное, как что-то такое вот запретное, можно даже сказать. Вот, то есть довольно часто тут вот про такие вот вещи идёт речь. Конечно, не всегда, то есть, ну, не нужно думать, что прям всегда так. Вот, ну, тем не менее, довольно часто, довольно часто, это правда. Вот, поэтому тут смотрите, смотрите сами, решайте тоже сами. Ну, то есть, по крайней мере, мне так вот кажется, да, что, ну, что вам нужно это самой решить. Вам нужно решить самое, что вы хотите и как вы хотите, в принципе, вот. Вот как-то, наверное, так, пожалуй, я бы вам ответил на вопрос, который вы себе, который вы задаёте себе. Вот. Надеюсь, что вам этого было достаточно. То есть я, конечно, понимаю, что этого мало, я понимаю, что... Вряд ли сейчас, конкретно сейчас. Вашу проблему это решить, вот. Скорее всего не решить, потому что, ну, это невозможно. Ну, я надеюсь, что хотя бы какую-то пищу для размышлений вы получите взял. Вот. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Эпа. Позвольте вам на чат. Работу над собой. Позвольте вам, ну, себе разобраться. Вот. Мне, как бы, там, необязательно это присылать, да. То есть как бы, ну, если у вас вот такого желания нет, да, то мне это присылать, в принципе, необязательно. Вот. Ну, удачи вам всего самого доброго, вот. Надеюсь, что ваши проблемы будут разрешены. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.